Ну и как обычно по пятнице в это время говорим обо всем, что связано с автомобилями, так что, как вы видите, уже сейчас увидите, что к нам в студию пришел наш автоэксперт Олег Осипов. Здравствуйте, дорогие друзья. Марина, ты за рулем, да? Ездишь? Представь себе, да. Я пытаюсь понять, насколько ты в теме автомобилей. Ничего, не волнуйся, я в теме. Ну, давайте пройдемся сначала по новостям, которые на этой неделе, что произошло. Вот статистика. Сначала, по итогам прошлого года, в нашей стране было продано 3 миллиона 230 тысяч поддержанных автомобилей зарубежных марок. Рынок легковых машин с пробегом в два раза превысил продажи новых автомобилей. Ну и вообще падают продажи, мы катимся куда-то вниз по автомобилям, можно приходить к дилерам, если ты покупаешь новую машину, и требовать гигантские какие-то скидки, наверное. Можно, конечно, требовать, никто не запрещает. Но не дадут. Олег, вас телезрители не слышат. Возьмите, пожалуйста, вот там микрофонник висит. А, да, я думаю, с микрофоном будет лучше. Давайте мы его как-то, да, пристегнем. Знаете, как на автомобиле без колес, если, а вы тут без микрофона. Так и получилось? Хорошо, я вот таким образом каким-то... Зрители пишут нам, что теперь они вас... Чтобы все поверили, что у нас прямой эфир. Да, работает. Да. Я просто не очень, как бы, ловко это делаю. Но, тем не менее, я могу вот так держать, если вы не возражаете. Хорошо, это все необычные. Я думаю, это не повредит. Так вот, можно просить скидки, конечно, но это не значит, что вам их дадут. Это, вне всякого сомнения. Тем более, что я сегодня получил от пяти компаний примерно рапорты бодрые о том, что в январе у них повысились продажи по сравнению с декабрем и так далее. То есть рынок, с их точки зрения, уж не совсем падает. Мне кажется, они обманывают, нет? Ну, мне кажется, что нет. Отчасти это правда, потому что у кого-то остались еще сбережения, у кого-то остались рубли. Да, они их понесли, естественно, в салоны, в автосалоны. Автомобиль по-прежнему у нас, во всяком случае, как и во всем мире, остается предметом, который покупают прежде всего, когда появляются деньги. И это так и есть. Даже до квартиры, между прочим. Вот агентство Автостад называет нам самые популярные поддержанные марки. Давайте для простых людей, кто покупает поддержанные автомобили. Самые популярные это лидер Ford Focus, на второй строчке Toyota Corolla и с большим отрывом на третьем Deo Nexia. Ford Focus заслуженное первое место. Или, на ваш взгляд, Toyota все-таки? Японцы должны быть впереди всех, нет? Ну, почему японцы? Сопоставимое сейчас качество автомобилей, на самом деле, у современных машин, качество вполне себе сопоставимое. Да, есть легенды о японской надежности, но это в свое время японцы делали неубиваемую видеотехнику, как и неубиваемые автомобили. А потом до них дошло, что, в общем-то, если делать те легендарные модели 70-х, 80-х годов... Помогут сейчас прицепить микрофон. Если делать легендарные модели 60-х годов, то... Так, подождите, здесь очень мало... Просад по звуку был, так как... Вот, все, теперь полная комплектация. Да, очень мало можно будет заработать на сервисе, на послепродажном обслуживании. И, кроме того, надо ведь продавать новые автомобили. А если ты делаешь вечную машину, то что же ты получишь после завтра, когда выведешь новую модель? Да, но на самом деле, действительно, японские автомобили славятся своей надежностью. Впрочем, и фокус в этом отношении не слишком уступает, кроме всего... Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Другой полигон берет немало Не буду врать, не помню точную сумму А продажи на самом деле мизерные Допустим 100 автомобилей в год Или 200 автомобилей в год Поэтому они сделали ставку на Land Cruiser 200 Который во всем мире называется Land Cruiser V8 И достаточно успешно его продают Еще один вопрос, который пришел пол второго По Москве, то есть до нашего эфира Еще до начала Toyota Camry 2007 года Пробег 90 тысяч километров Стоит ли покупать двигатель 2.4? Ну, а почему нет, собственно говоря Хотя автомобиль не свежий Всегда чем новее автомобиль, тем лучше, конечно Toyota Camry это не самый быстрый зверь Не самый прыгучий с 2.4 Есть 3.5 версия Но у Toyota Camry Есть два, с моей точки зрения, недостатки Конечно, есть и достоинства Та же самая легендарная надежность Но есть и недостатки Мне кажется, что у Toyota Camry Недостаточно тормозов Вот как-то ни странно И мне не нравится, как расположены Дефлекторы вентиляции в салоне То есть, например, центральные нельзя перекрыть А ребенок, если у вас есть ребенок Он обязательно устроится между передними сиденьями Сзади и будет наблюдать за дорогой Его натурально продует Потому что закрыть дефлекторы нельзя в жаркую погоду Вот, например, такие мелочи Которые надо знать, прежде чем брать эту машину В Toyota Camry не хватает весел Потому что она вот такой корабль Хочется плыть на ней Вальяжная машина Но она вальяжная машина Мои ощущения, я не претендую на это Это автомобиль бизнес-класса Кстати говоря, в своем классе Самый продаваемый автомобиль Он спорит всегда с Nissan Tiana И с моей точки зрения, если бы я выбирал Я бы обратил внимание, честно говоря, на Ford Mondeo То, что он и дешевле, и с ним все в порядке Можно даже поновее взять Subaru Forester 2.0 Turbo 2010 года Спрашивают без подписи сообщения Ну, можно, конечно, взять Subaru Учитывая, так сказать, опять же, ту же надежность Но, к сожалению Много нареканий на надежность Subaru Последних годов выпуска И в том числе от пятилетних К сожалению Поэтому надо досконально проверить техническое состояние Прежде чем раскошеливаться И покупать автомобиль поддержанный Уж во всяком случае Это обойдется дешевле Ну, и теперь время для звонков Первый из них это Юрий Который дозвонил с нами из Брянска Юрий, здравствуйте, вы в эфире Здравствуйте Здравствуйте, Юрий Хотел бы узнать по поводу Renault Megane 3 1.6 Какого года? Поветуйте 10-12 годов Ну, Renault Megane Не самая популярная машина на российском рынке Хотя вполне себе пристойная То есть Ясно, что вы покупаете Потому что она стоит не слишком дорого Они на вторичном рынке теряют Достаточно много И поэтому учитывайте Что при последующей перепродаже Она также будет терять Renault Megane Но машина вполне надежная Достаточно удобная Семейная Такой автомобильчик С-класса Вполне можно покупать Спасибо Следующее сообщение Которое пришло в 15.10 Честно, читаю Вот как по хронологии Давайте Я просто перескакиваю Toyota H-S или Mitsubishi Delica Ну, Delica официально сейчас не поставляется Toyota H-S Ну, наверное, все-таки Надо посмотреть, какая посвежее будет И тот и другой автомобиль Вполне надежный Вместительный Delica есть еще с полным приводом Да, собственно, и H-S По-моему, тоже поставлялся Или, вернее, ввозился С полным приводом Тут уж что вам больше нравится На самом деле На самом деле, мне кажется Что Hi-Ace Все-таки Чуть-чуть Повместительнее будет Из Ставрополя вопрос Если можно Два слова о машине Deo Nexia, пожалуйста Это, кстати, на третьем месте Самая популярная Да, Deo Nexia Поддержанная Ну, поддержанная Вообще их уже не выпускают Да, начнем с этого Это старая машина В основе которой лежит Древнейшая платформа Opel Да, там В общем Ну, машина устарела и морально И технологически И во всех остальных смыслах Кроме того Узбеки сейчас начали выпускать Забыл название У меня вылетело из головы Кто начал выпускать? Узбеки Конечно, их выпускали в Узбекистане На заводе в Асаке Поэтому Они купили-выкупили Лицензию На эту платформу General Motors И продолжают клепать Под другим названием Но Машина Привлекала Прежде всего Своей невысокой ценой Да И относительно Невысокими затратами На обслуживание В этом отношении Ну, вот она такая Но, что касается Уровня комфорта Надежности То здесь В общем Все на уровне Скажем так Средним достаточно Давайте сделаем скачок От Deo Nexia К Rolls-Royce Вы слышали наверняка Что в Челябинске Авария же произошла Жигули вписались В Rolls-Royce Я сочувствую На днях Я сочувствую Там все в порядке Владелец Rolls-Royce Сказал, что у него Претензий нет К жигулям Хотя, хотя виноват Все равно на красный Приехал водитель жигулей Но я Когда новость прочитал А не увидел На видео Там несерьезная авария В принципе Я так понимаю Rolls-Royce Это танк Просто Который сломать Практически невозможно И при соприкосновении Легком Rolls-Royce С жигулями Жигули Сразу разваливаться Должны Ну не знаю Смотря какая была авария Но я должен сказать Что покраска крыла У Rolls-Royce Это будет стоимость Жигулей Я так думаю Так мало Я думал даже А сколько Rolls-Royce Стоит? Приблизительно Вот скольки начинается Можно конечно Посмотреть в интернете Да нет Можно посмотреть легко Но не меньше 10 миллионов Безусловно Ваше мнение Кирио седан В старом кузове 2011 года Нормальная Неприхотливая Бюджетная Надежная машинка Кирио Новый Вполне себе Такие Которые Достаточно долго ездят Неплохой ресурс Силового агрегата Атмосферника Так что Там те же самые моторы 1.6 Которые мы знаем Ну еще одно смс Потом звонок Toyota Avensis 2001 года выпуска Рестайл В 22 кузове Двигатель 1AZ FSE Да неважно Пробег 240 тысяч Заправляет только 1925 бензином Двигатель без ремонта Почему этот двигатель Ругают Что вы скажете Об этой машине Хорошего или плохого Toyota Avensis Машина надежная Вполне способная Довести вас Из точки А В точку Б С семьей Но это необычайно Скучный автомобиль С моей точки зрения По ходовым качествам Впрочем Если у вас Нет особых Драйверских Амбиций То Toyota Avensis Вполне подходящий вариант Альтернатива Avensis У Ниссана Например Ну да Там тоже есть Такие машины Это С центра По моему С центра Сейчас Была Теида Чуть поменьше Ну там Много таких А вообще Лучший вариант Был Опель Инсигния Кстати сказать Перед звонком Марина Можно просто Я Где потерялась Тут Новый Вот я его Тьюсон Называю Но все почему-то Называют Тусан Тусан Который Аэкс 35 Был А теперь он Тьюсоном Стал в новом кузове Тусан Да нет Это самостоятельная моделька Она на новой платформе Но пока я ничего не могу Не сказать Потому что я на ней не ездил Еще Мы обычно Когда поездим Так говорим Пока Пока не будет Ну а про предыдущую Акс 35 Что можете сказать Хенда Акс 35 Да они и сейчас Продаются Вполне нормальные машины Вполне себе Надежные А можете сравнить С прямыми конкурентами Тойота Рав 4 Ниссан Кашкай Соответственно Да И Ну наверное Киа Спорт Ну и вот Хенда Акс 35 Ну можно конечно Сравнивать И правильно Что сравнивать Вообще На самом деле Тойота Рав 4 Просто будет дороже Сопоставимой комплектацией Такими же моторами Нет Она Будет Может быть Получше оснащена Скажем Там есть какие-то системы Которых еще нет В Акс 35 Но в основном Все нужное Уже есть Ниссан Кашкай Вышел только недавно Новый Кстати Он собирается На территории России И поэтому Стоит подешевле И я Скажу Что наверное Все таки Вот я бы выбирал Из этой троицы Допустим Я бы предпочел Кашкай Просто потому Что он здесь делается Бесперебойные поставки Не так дорог Не так обременителен Сервис Спортедж Во-первых Пошел новый Во-вторых Спортедж Чуть побольше Это все же уже Такой Ну скажем Более способный На внедорожные Подвиги автомобиль И звонок у нас есть Из Байкальского края Байерма Здравствуйте Здравствуйте Слушаем вас Здравствуйте Да У меня такой вопрос Мы недавно Да Мы вас слушаем Мы вас слушаем Здравствуйте Здравствуйте Спасибо за вопрос БМВХ 5 Вполне Пристойный автомобиль Я рад за вас Что вы его приобрели Но с пневмобаллонами Действительно бывает Недоразумение Прежде всего И главное Его нельзя Ни в коем случае Вывешивать на подъемнике Этот автомобиль С пневмобаллонами Не все Мастера В кавычках Это знают Поэтому Если у вас Один раз Его подняли Не на специальном Подъемнике А на обычном Когда вывесились колеса То пневмобаллоны Задние Нужно выкидывать Да Их нужно менять Они чаще всего Лопаются А это Операция Дорогостоящая Вообще Причина Почему пневмобаллоны Вышли из строя Надо во-первых Ее установить Да я думаю Что что-то вот такое Было сделано С автомобилем В принципе Икс пятый Это вполне себе Надежный Тем более Нового поколения Автомобиль С хорошими Двигателями Одни из лучших Которые поставляются Из Германии Вот И Ну Пневмобаллоны Конечно Всегда Они более капризные Скажем так Чем обычные Мехатронные шасси Но что тут поделаешь За этим надо следить Надо знать Некоторые вот тонкости Например Те Которые О которые я уже сказал Например Эту Еще человек Долго у нас уже висит На линии Валерий Валерий Здравствуйте В эфире Здравствуйте Добрый день Значит Предлагаю Пользуюсь Заплатой Поменять У меня Киа Спортэйш Третий год Автомат На Черри Нет Не надо Черри Не надо Ничего китайского Пожалуйста Пока Вот Просто искренний совет На джип На джип Американский На джип На джип Чироки Да да Чироки 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 Ну у тебя совершенно другая история Мне показалось Черри Поэтому я аж испугался За вас Так сказать Нет Чироки Все Но Чироки Конечно Это автомобиль Другого уровня Другого класса Конечно Это автомобиль Более комфортабельный Хотя Смотря какого года Мне лично Очень нравится Версия Гранд Чироки В комплектации Оверленд С дизельным Трехлитровым Двигателем Это очень пристойный Автомобиль Весьма Так сказать Надежный Если вас не смущает Его внешний вид Не всем он нравится Но тут Как говорится На вкус Ваше авторитетное мнение Олег От айтикам Репятого поколения Из Арабских Эмиратов Тут надо быть осторожным Я понимаю Осторожным Вот почему Потому что Во-первых Для Арабских Эмиратов И для других стран Ближнего Востока Могли поставляться Версии С другими Резинотехническими Изделиями То есть Уплотнители И все прочее Вот они могут Не выдерживать То есть она может Климата просто не выдержать Да Они могут не выдержать Перепады температур Совершенно точно Они не рассчитаны На эти температуры Кроме всего прочего Надо для начала узнать А есть ли там печка И достаточно ли она Достаточно ли она Производительна Поэтому вот всегда Когда речь идет Об автомобилях Из Арабских Эмиратов С Ближнего Востока Я советую досконально Узнать Что там внутри А потом уже Рисковать Еще вопрос С СМС портала Назовите Такая просьба Крик души Назовите хоть какую-нибудь Иномарку Соотносимую ВАЗу По соответствию Нашим дорогам По стоимости Эксплуатации Александр Да полно таких Иномарок Пожалуйста Вот допустим Lada X3 X3 Новая А есть Renault Duster Который практически Не уступает По ценовому Позиционированию Но имеет Добавок Больше моторов И полный привод Это новая Естественно Вот я о новых машинах Олег Но Renault Duster Я ходил на тест-драйв Он не едет вообще Он едет превосходно Он не едет Я нажимаю на педаль Он не едет вообще И причем Я не гонщик Может быть сбежал Не на ту педаль Не на ту педаль На ту педаль Я нажимаю Он не едет совершенно Я не совсем понимаю Что это означает Я надеюсь Что вы на ту педаль нажимали Во-первых Во-вторых Смотря что вы имеете ввиду Если вы сели на версию С автоматом С древним Четырехступенчатым С автоматом Да Может быть такое ощущение Потому что автомату Надо подумать Но он думает очень долго На Duster Ну не знаю Я ездил на автомате На Duster С разными двигателями Мне кажется Что этот автомобиль Все же едет Автомат мы выбираем Из любви к комфорту Да Конечно А допустим Такая версия Как дизельный двигатель На Duster С механической коробкой Передач Она едет Очень быстро Я должен сказать Это вот Андрея Тут нет сегодня Со мной Он бы вам ответил Потому что он сейчас На Duster едет Как раз на таком И он в восторге Кроме того У нас был тест Андрей в нем участвовал Он придет надеюсь Расскажет Да Он был под Мурманском И Duster способен На серьезные подвиги Должен вам заметить 17-й зритель Вот спрашивает Почему вы так Китайских машин Испугались Неужели так все плохо Я их не испугался Я буду доверять Китайским машинам Только тогда Когда они пройдут Краш-тесты По версии Евроэнкап И никакой другой Пока только Один китайский автомобиль Автомобиль С-класса Маленький Б-класса вернее Который выдержал Эти испытания И получил Действительно Пять звезд Еще какая-то Была одна версия То что продается У нас К сожалению При каких-то ДТП Складывается Как Жестянка Это Никуда не годится Допустим У нас выпускали В Таганроге Одну из моделей Китайских Так вот Специально пришлось Укреплять Боковины дверей И другие элементы Чтобы Автомобиль прошел Соответствие Нашим нормам Безопасности А они не самые жесткие В мире Должен заметить То же самое говорят Еще про корейские машины Нет Совершенно не так Потому что Корейские автомобили Регулярно И в обязательном порядке Проходят В тот же самый Евро-НК Более того Корейские автомобили Продаются В штатах Там за океаном Где очень жесткие Требования к безопасности Может быть На тот На американский рынок На другом конвейере Собирают Нет Не может быть Просто потому Что это невыгодно Это невыгодно С финансовой точки зрения Со всех других Поэтому Конечно К нам поставляются Ровно такие же Автомобили Которые идут И в Европу И в Америку И в какие угодно Части света Товарищи даму Послушаем Анна Новокузнецка Нам дозвонилась Наталья Здравствуйте Вы в эфире Здравствуйте Скажите пожалуйста Вот собираемся И в Эфире Пусть по проводу Он есть тут внизу По моему У нас На экране В 12 часов Мы будем В прямом эфире И поможем Можем Досказать то Что не успели сейчас Там же кстати Выложены все Выпуски Отражения Прекрасно Можно не про конкретную марку Тут куда-то скатилось Сообщение А как Как измерить Сколько лошадиных сил В машине Да очень просто Для этого надо приехать Для тех паспорт Тюнингом серьезным Вот у них есть Мощностные стенды Я знаю несколько Но не могу их назвать Просто потому Чтобы не было Рекламы У нас осталось Буквально полминуты Я не могу Задать этот вопрос Потому что я не понимаю Вообще о чем идет речь Может быть я стану грамотнее В плане автомобилей Как вы относитесь К раскоксовке ДВС И чем посоветуйте Ее делать Это что Я не успею ответить За полминуты Совершенно точно Но можно это делать Безусловно Можно и нужно Наверное В общем что это Я так и не пойму Ну как правило Да При помощи химических препаратов Добиться этого Едва ли удастся Скажем так Автоэксперт Олег Осипов Был сегодня в гостях Традиционно по пятницам Рассказывал про автомобили В следующую пятницу Придете? Либо я Либо Андрей Хорошо Договорились Спасибо Спасибо